За неделю до 1 сентября руководство Крымского федерального университета подвело итоги дебютной в новом формате вступительной кампании. Она для КФУ оказалась успешной, абитуриенты выполнили все контрольные цифры приема, а в Крыму пользуются популярностью менее востребованные в годы Украины специальности, связанные, например, со строительством и сельским хозяйством. КФУ перед вступительной кампанией получил 1690 позиций контрольных цифр приема или бюджетных мест, что привычнее для крымчан. На них подали более 8500 заявлений, это означает, что конкурс в среднем составил 5 человек на место. Руководители университета удивило то, что не такой большой популярностью, как раньше, пользуется экономика. Так, после первого этапа вакантными остались 10 мест, которые впоследствии заполнятся за счет дополнительного приема. Конкурс на этом факультете также был достаточно невысоким, всего 2 человека на место. В целом кампанию признали успешной. Мы завершили и целевой прием, который в основном у нас замыкался на медицинскую академию, поскольку именно там наибольшая потребность сегодня в кадрах по Крымскому федеральному округу. И поэтому именно там идет заказ на целевую подготовку специалистов, как для округа, так и для города федерального значения Севастополь. Руководители предоставили и перечень самых популярных специальностей в 2015 году. Традиционно первое место у нас заняла юриспруденция. Было подано аж 834 заявления, и конкурс конкретно по этому направлению подготовки составлял аж 12 человек на место. На втором месте традиционно оказалась экономика, 550 заявлений. Вошла в тройку самых популярных специальностей – психология. А вот экономика все же выиграла по численности поступивших. На втором и третьем местах по количеству зачисленных в ВУЗы, факультеты менеджмент и математика. Не подвергаются сомнению из-за числения в КФУ на коммерческой основе. Такая практика будет и в последующие годы, однако цена обучения существенно увеличится. Тарас Брезицкий, Евгений Луговской, Служба новостей и ТВ.